Приближается волшебный праздник, Новый год. Многие начали задумываться о покупке подарков для родных и близких. А на прилавках магазинов появились сладкие новогодние подарки для детей. На что обращать внимание при выборе конфет узнал наш корреспондент. В последние предновогодние недели полки магазинов заполняются разной праздничной продукцией. В частности, сладкие детские подарки, сундучки, мешочки или фигурки в форме Деда Мороза. Однако, чтобы обычный новогодний подарок не только порадовал ребенка, но и не навредил ему, в первую очередь стоит обратить внимание на внешний вид упаковки. Она не должна быть измятой или поцарапанной, а также хорошо открываться. Взяв в руки подарок, нужно проверить маркировку. То есть на ней должны быть написаны обязательно условия хранения, срок годности, дата изготовления, что входит в состав этого подарка. Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, то она должна быть упакована в упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами. Следует учитывать, что срок годности на упаковке сладкого подарка ставится по самому скоропортящемуся в нем продукту. При этом стоит отдать предпочтение упаковке самой близкой ко дню приобретения даты фасовки. Тогда сладости будут более свежими. Также следует выбрать продукты с наименьшим числом пищевых добавок, консервантов и масел. Покупатели призывают не стесняться при возможности попросить у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность новогоднего набора. Также сладкие новогодние подарки, приобретенные в магазинах, подлежат возврату или обмену в случае, если они оказались некачественными. То есть вы можете либо обменять на аналогичный товар, либо организация должна вернуть вам деньги за приобретенную продукцию. Специалисты все же рекомендуют составлять сладкий подарок самостоятельно. Можно выбрать любимые конфеты ребенка и приложить к ним красивую игрушку. Кстати, по данным аналитического ресурса, на подарки для детей горожане готовы потратить в этом году на 10% больше, чем в предыдущем. А на прошлой неделе продажи наборов конфет и мандаринов выросли, если сравнить с предыдущим годом. Средний чек на мандарины вырос на 7% к прошлому и составил 118 рублей. Стоимость конфет при покупке показала рост в 11% до 641 рубля за 500 грамм.